Всем привет и сегодня будет чай с новостями, наконец-то. Правда у меня здесь кола лайт, я надеюсь вы не будете против, потому что очень жарко. Я боюсь, что если я буду пить теплый чай, я вообще здесь подкопчусь. Я так и знала, что это произойдет когда-нибудь. Я не знаю, почему все так ждали чай с новостями. Это очень приятно, потому что это обычное видео, где я какую-нибудь фигню про себя несу. Я не знаю, кому это интересно, но это очень приятно. Хочу похвастаться вам выросшим кактусом. Я вообще не думала, что они у меня приживутся, я боялась, что они у меня засохнут, несмотря на то, что я их поливаю и ухаживаю за ними. Потому что, как я уже говорила, растения у меня долго не живут. И вот он вырос. Я не ожидала, что у него такие усики пойдут вверх, но это классно. Блин, еще ветер будет свистеть здесь что ли. Я, конечно, все понимаю, но может не надо? Спасибо. Следующая новость. Я подстриглась и сделала форму бровей. Подстриглась я чуть-чуть, просто подровняла волосы и чуть-чуть укоротила свои кисточки, которые у меня были длинными. Многие из вас спрашивали, что это означает. Но это очень странно на самом деле. Думать, что волосы, стрижка что-то означает. То есть, если у меня были две прядки длиннее всех остальных волос, значит, что они несут в себе огромный смысл. Нет. Они ничего не значили, кроме того, что мне просто так захотелось. Я очень ревно соотношусь к прихмахерам и косметологам. И если я выбрала для себя своего прихмахера и своего косметолога, то я не буду их менять и буду ходить к ним до последнего. Потому что я очень боюсь новых людей, которые будут что-то делать с моим имиджем, с моей внешностью. Был один раз такой случай. Меня не так постригли, как я хотела. Очень не так меня постригли. После этого случая я не ходила стричься полтора года. Чтобы вы понимали, что для меня значит прихмахер. Ходила я к одному косметологу постоянно. И вот в последнее время я что-то забила и перестала ходить. И не ходила, наверное, месяца три-четыре. А брови у меня очень быстро растут. В принципе, это неплохо, но не всегда это неплохо. Иногда это ужасно, потому что у меня вот здесь вот сверху отрастает такой пушок, который очень тяжело убрать. Спасибо. И вот я прихожу к своему косметологу, и она говорит, ой, наверное, Настя, не будем тебе выщипывать, а просто воском уберем, если ты не против. И я такая говорю, да ладно, нормально, ничего страшного. И вот убрали мне быстренько воском вот этот вот пушок. Брови были идеально ровными. И через два дня у меня прям посыпало обрамление вокруг бровей. Началась сипь, которая точно повторяла форму моих бровей. Я не знала, что будет такой трэш. Я была прыщавая, и мне было стыдно снимать видео с лицом. Класс. И это никак не замазывалось. После формы бровей я пошла к прихмахеру. И пока она меня стригла, у нас завязался разговор, мы начали обсуждать какие-то книги, писателей. Она мне, между словом, посоветовала прочесть Булгакова «Записки юного врача». А Булгаков мне до этого очень нравился. Я читала его произведения «Собачь в сердце» и «Мастер Маргарита», и они мне очень понравились. После того, как я пришла домой, я решила ради интереса просто вбить в поисковик Булгакова «Записки юного врача» и прочесть отзывы. Писали, что книга тяжелая. Это даже не книга, а сборник рассказов. И я начала читать. И это оказалась та книга, которая меня прям зацепила. У меня редко такое бывает. Я могу начать 25 книг читать, и зацепит меня только одна из этих 25. Знаете, такое чувство, когда вот прям читаете взахлеб, не можете оторваться. Обожаю такое чувство. Оно посещает меня не очень часто. Прочла я этот сборник рассказов за два дня, если не ошибаюсь, может быть, за три. Тема медицины, наркомании. Офигенно. Пара-па-па-па. Вот что я люблю. После того, как я прочитала эту книгу, я решила вбить в поисковик «Морфий» и почитать об этом веществе. Или что это? Вещество же. Я наткнулась на фильм по этой книге, и вы не представляете, как я была счастлива, потому что я обожаю сначала прочитать, а потом еще найти случайный фильм. Это просто... Я не могу передать словами, насколько я была рада. Я посмотрела этот фильм. Конечно, сборник рассказов мне понравился больше, если не учесть то, что там концовка была очень изменена и непонятно в какую сторону. Меня предупреждала прихмахерша, что концовка изменена, но я про это забыла. Когда уже книга подходила к концу, я вообще не врубилась. Думаю, что вообще, что это такое здесь? Я не понимаю. Но потом я вспомнила ее слова и думаю, ну ладно. Концовку фильма я, кстати, тоже не особо поняла. В целом, мне очень понравилось и всем советую. Как вы все знаете, я еще и умудрилась заболеть перед экзаменом. И вы знаете, я с таким энтузиазмом никогда еще не лечилась. Я еще никогда так не хотела вылечиться, как перед экзаменом. Мне больше жалко даже не себя, а тех ребят, которые писали со мной в одном классе экзамены. Я даже не знаю, наверное, их так раздражали звуки, которые я издавала постоянно. Вот это вот... Мне так стыдно. Еще произошла маленькая фейловая ситуация. У меня вскочило два прыща под татухой. Вы, наверное, не увидите, но тут у меня два прыща, вот прям вот на точке и на запятой. Под татуировкой. То есть их никак вообще не убрать, ничего. Приятная новость, очень вкусненькая и приятного всем аппетита. Не, я, конечно, извиняюсь, но просто надо же поделиться. Теперь я хочу затронуть не самую приятную тему. Тему хейтерства. Или я не знаю, как это назвать. В последнее время в моем аске очень неприятно пахнет. Все началось с того, что меня попросили скинуть фотографию, где я весила 41 килограмм. Это мой минимальный вес. Я скинула фотку и в моем аске после этой фотографии прорвало канализацию. Мне стали писать, что я выглядела лучше 41 килограмм. Прошу заметить, что когда я весила 41 килограмм, мне было очень нехорошо. Я очень плохо себя чувствовала. Я практически умирала, но это мы упустим. И мне было 14 лет. Сейчас мне 16 лет и я вешу 48 килограмм. Я себя чудесно чувствую. Более-менее привела в порядок работу своих органов. Немного укрепила здоровье. Ну как немного? Практически заново родилась. И мне стали говорить, а не кажется ли тебе, что пора похудеть? Но если мне нужно похудеть и если мне кажется, что мне нужно похудеть, я худею. Я худею молча. Я никому об этом не говорю зачастую. И мне труда не составляет сбросить килограммы. Я полностью изучила свой организм. Я знаю, как у меня уходит вес, на какой диете больше, на какой диете меньше, как я себя чувствую. Как он быстро возвращается после той или иной диеты. Знаю свой организм досконально. Знаю реакцию на различные диеты. Поэтому если мне хочется худеть, то я худею. А сравнивать очень глупо больного человечка, которому 14 лет, который бегает по врачам, пьет таблетки коль-ту-колы, чтобы органы работали, чтобы я не умерла, извините. И практически здоровую девушку, которой 16 лет. Не знаю, почему такой негатив. Я пришел к вам с миром, а вы меня какашками закидываете. За этим плохим сразу идет хорошее. Очень много поддержки. Когда полилось содержимое канализации в Аске, очень много поддержки хлынуло. И спасибо вам огромное. Это очень приятно. Я вас очень сильно люблю. Я не знаю, как вас отблагодарить. Вас уже почти 18 тысяч. Это дико быстро набираются люди. Я вам безумно благодарна. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Спасибо большое за рисунки, которые вы рисуете мне. Такие талантливые люди меня смотрят. Я сейчас рассказываю, и у меня мурашки. Спотела. Засмущалась. Также очень часто я начала находить девочек, которые снимают видео на тему анорексии. Те, которые пережили. И это все. И под некоторыми видео я пишу комментарии. Вы не представляете, какое было у меня удивление, когда я поняла, что эти девочки меня знают. Я вообще не ожидала, что так может быть. Одна девочка написала, что она вообще начала снимать видео. После того, как посмотрела мои видео. И то, что я ее как бы так подтолкнула на съемку. Это очень приятно. Блин, я опять в мурашках. Теперь у меня есть единомышленники. Была еще одна неприятная новость. Я узнала, что в колледж, в который я собираюсь поступать, в медицинский колледж, в этом году набирают не больше 50 человек. 25 бесплатников и 25 платников. А в прошлом году набирали 125 человек. И это решило правительство, насколько я знаю. Одобрило только 50 обучающихся в этом году. И я не знаю, поступлю я или не поступлю. Хотелось бы, конечно. Но если нет, то я пойду в 10 класс. И самое ужасное то, что я прошла всех врачей уже, чтобы поступить. А там был список огромный. Очень много врачей нужно было пройти. Фиг с ним с временем, которое я потратила на то, чтобы пройти врачей. Не я одна потеряла это время. Но еще и деньги, извините. Деньги пришлось платить, чтобы сдать некоторые анализы. Которые обязательно. Обидно, что деньги, которые мама заплатила, могут уйти впустую. Если я не поступлю в этот колледж. Ладно, будем надеяться на лучшее. Надеюсь, что все получится. Первый месяц лета обещает быть самым напряженным. В моральном плане. Я ненавижу состояние ожидания. Целый месяц придется ждать, чтобы узнать, смогу ли я поступить. Надеюсь, что вам не показалось это видео скучным. Спасибо вам огромное за просмотр. Я вас всех очень сильно люблю. Всех целую. И всем пока-пока.